МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляю нашу гостью в студии ЕТВ, музыкальный и театральный критик, член экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска» Лариса Барыкина. Здравствуйте. Добрый день. Рада видеть. Лариса, вот сейчас, конкретно начало августа, такой период небольшого затишья театрального. То есть было очень много фестивалей летом, мы их благополучно пережили. Скоро, на следующей неделе, фестиваль «Лица улиц» в день города, потом реальный театр, открываются сезоны у провинциальных танцев 3 сентября, 8 сентября открытие в оперном. То есть снова возобновление бурной театральной жизни, а сейчас такое небольшое затишье. Но, с другой стороны, август – это время музыкальных театральных фестивалей. И вот, в частности, сейчас проходит едва ли не самый главный фестиваль, театральный музыкальный Зальцбургский фестиваль. И буквально 12 августа, то есть в понедельник на следующей неделе, предположим, состоится прямая трансляция оперы Моцарта и Доминей. Дирижирует Теодор Курензис, режиссер Питер Селлорс. То есть это ведущие имена. Прямая трансляция. Можно ничего не делать, просто включить интернет, поудобнее устроиться на диване, совершенно бесплатно смотреть одну из главных мировых премьер. Вот как вам кажется, во-первых, смотрите ли вы такие трансляции, следители? Да, безусловно. Конечно. И вот все же-таки насколько это театральное действительно. То есть театр, мы же привыкли, что нужно красиво одеться, выйти в свет, вдохнуть запах кулис и так далее, и так далее. Ну, Ирина, во-первых, театр уже давно не только прекрасное здание с колоннами, куда нужно прийти в бриллиантах, в Боа, раздеться, выпить шампанского. И, в общем, красиво провести время. Театр – это место, где люди получают новые впечатления, новые смыслы, задумываются о жизни, в том числе и музыкальный театр. У нас так сложилось, что оперу и балет очень часто воспринимали такой элитной сферой досуга. Но это не совсем так. Ну, собственно, кроме оперы и балета, есть еще и мускомедия, и оперетта, и современный танец, который довольно демократичный. Есть разные жанры, а еще и смеси этих жанров, различные их контоминации, которые вообще живут в самых разных местах. И, допустим, нынешняя современная опера может обитать где угодно – в лофте, на вокзале, в каком-нибудь помещении. Это просто слово, да? Поэтому сам музыкальный театр, он уже совершенно иной, как, в общем, и весь театр. Но и это еще не все. Мы, конечно, сейчас живем совершенно в иной реальности, нежели это было лет, там, не знаю, даже 15-20, я так скажу, а уж не говоря про советские времена. Потому что, конечно, там в прежние эпохи театры летом закрывались на клюшку, собирали чемоданы, и начиналось такое бурное броуновское движение, потому что выезжали на очень длительные гастроли. Все ездили на гастроли. Потом это прекратилось вообще, потому что это было очень дорого, сложно. Сейчас некоторые театры путем очень сложных таких вещей выезжают надолго на гастроли. Вот у нас, допустим, Свердловская мускомедия ездит, она была по области, в сентябре у нее огромные гастроли в Крыму. Но в целом, конечно, вроде бы лето для нас такой более спокойный период, но не для всех. Я сама в этом участвовала, потому что, в основном, мы садимся и выезжаем куда-нибудь в Европу, потому что там под каждым кустом фестиваль. Сальцбург, так же, как и Байрюк, так же, как и Глайнбарн, это крупнейшие, так же, как и Брегинс, так же, как и Арена Деверона, огромные фестивали с историей. А есть еще очень много фестивалей, которые чисто музыкальные, камерные, небольшие. Вообще в Европе любое приличное место стремится обзавестись маленьким хорошеньким фестивальчиком, потому что это хороший туристический бизнес. Люди, помимо того, чтобы наблюдать красоты, они еще хотят каких-то художественных впечатлений. И вот так или иначе, они им даются. У нас вообще с этими фестивалями, особенно с опен-эйровскими фестивалями, гораздо все печальнее. И я думаю, прежде всего, из-за погоды. Ну, такое лето, как в этом году, да? Ну, куда? Куда, где кого посадишь. Но у нас есть венский фестиваль музыкальных фильмов. Люди даже под дождем сидят и смотрят. Это очень вообще вдохновляющий пример. Так вот, почему мы уже в новой реальности? Потому что раньше об этих поездках, которые могли себе позволить только ну, самые продвинутые люди, в основном и обеспеченные. Конечно, это не дешевое удовольствие. Но совсем недавно начались прямые трансляции с этих фестивалей. И вдруг оказалось, что все могут себя почувствовать, в общем, в каком-то смысле... В центре событий. Ну, по крайней мере, в курсе. Кроме этого, ведь есть очень серьезные вот эти программы, которые идут в кинотеатрах. Да, это у меня... Вы предварили мой вопрос. Я еще хотела только вас так между делом поинтересоваться. Вам грустно, что Теодор Курензис уехал из Перми? Вот как человек родом из Перми. Ну, уехал или вынудили, скажем, уехать? Вы знаете, это настолько большая и длинная тема, что я, наверное, не буду сейчас по поводу нее распространяться. На самом деле, он отработал там 8 лет художественным руководителем. Когда он пришел, я помню, написала очень большой материал на эту тему, где сделала некоторые прогнозы. Одним из них был, конечно, что этот период не будет, что называется, вечным. Что просто... И давно уже было понятно, что расставание с Перми неизбежно. Другое дело, в каком виде он там останется в качестве приглашенного. Сейчас же все не так, как раньше, опять же, да? Раньше нужно было быть крепостным артистом, или если человек заключал договор, то он должен был сидеть в этом городе. Сейчас все иначе. Люди руководят несколькими институциями, фестивалями, оркестрами. Они успевают, они живут в самолете, собственно, как и мы, критики, бесконечно летаем. Поэтому жизнь другая. И вот как Перм сохранит Курензисы, который, безусловно, конечно, растет, развивается... Хотя бы как директора Дягилевского фестиваля. Ну, хотя бы так, да. Но там, конечно, есть сложности, потому что театр в таком печальном состоянии. Там объявлен, что называется, кастинг в оркестр от скрипки до арфы. То есть оркестра нет, труппы почти нет и так далее. То есть как будет жить сам театр в таком реальном повседневном режиме, это очень большой вопрос, но не будем говорить. Поэтому грустно, но неизбежно всякие периоды заканчиваются. Это была такая утопия. И в Перми, в не самом большом российском городе, существовало нечто, что привлекало внимание не только российских музыкальных кругов, но и зарубежных. И это был, конечно, такой праздник. Во всяком случае, во времена Дягилевского фестиваля. Вот, и поэтому будем его слушать в других местах, будем смотреть. Я, допустим, уже благодаря вот таким трансляциям послушала два его концерта. Он ведь руководил не только пермской оперой и своим оркестром «Музыка Этерна», но и оркестром СР, это Германия, это немецкий оркестр, может быть, не самого высокого качества, но я, послушав концерт, поняла, что Курензис, как в моем представлении, был выдающимся дирижером, так он и остался, потому что он может это делать не только со своими музыкантами, но и с... Любыми другими. Но и с другими, да, и это очень важно. Так что вот. И вот возвращаясь к тому, что вы начали, не только прямые трансляции с фестивалей, различных спектаклей, концертов, но и в записи существуют показы, причем телеканалы, они также бесплатные, на телеканалах, например, «Медичи», «Меца», «Ате». Там все по-разному, там, если есть подписка и так далее, бывает бесплатная, где-то частично платная, у кого есть «Меца», те вообще уже давным-давно все смотрят. Ну, как бы, градации есть, выбрать можно. Да, есть и показывают в кинотеатрах, то, что вы тут начали говорить, это вот театр HD, такой проект существует, у них там еще и арт-лекторий в кино, там о музеях, о выставках, и театр HD показывает спектакли, ну, в основном, наверное, все-таки драматические, но и балеты... Нет, очень много музыкальных спектаклей, там есть вот, как бы, ответвление, большой балет на экране и опера на экране, и мы, конечно, смотрим, я, допустим, сама несколько раз видела просто премьеры, или, допустим, прямые трансляции с фестивалей, они там были. Вообще, о чем это все говорит? Вы понимаете, это говорит о том, что вот наша чудовищная российская централизация жизни, любой, и культурной в том числе, то есть если ты не живешь в Москве, в Петербурге, если ты не являешься человеком, допустим, моей профессии, потому что я там без конца летаю, то ты вроде бы как чем-то ущемлен, потому что твоим уделом остается вот такая местная театральная жизнь. Она у нас прекрасная в Екатеринбурге, у нас вообще в Свердловской области 35, там, и 36 театров, и, в общем, все классно, все здорово, филармония лучшая, фестивали, все хорошо. Но то остальное где-то оставалось там, вдалеке. А сейчас же все иначе, потому что люди, живя, в общем, так сказать, за пределами столиц, и не только в крупном городе Екатеринбурге, а, в общем, если у вас есть интернет в деревне, то вы, в общем, то же самое можете себе позволить, они получают контекст театральный совершенно иной. И вообще, мне кажется, что эта ситуация очень сильно меняет расклад, потому что, в общем, никого уже нельзя ничем обмануть, и, в общем, ничего нельзя впарить, потому что все могут посмотреть, сравнить и сделать выводы и так далее. То есть у нас, так сказать, экспертное мнение просто вот в широких кругах, в кругах широких народных масс, оно нарастает. И это очень видно по Фейсбуку или там по соцсетям, потому что идет трансляция и идет параллельный комментарий этого, это просто отдельный спектакль. Отдельный жанр. Отдельный жанр, да. Так что, нет, а вот театр HD и все его ответвления, этого проекта, он, конечно, совершенно замечательный, потому что, во-первых, можно действительно... Вот для людей ведь очень важно... Там все лучше отбирается, правильно? Театральные блокбастеры, хиты. Ну да, да. Но самое главное здесь и сейчас, вот это ощущение записи, мы вот смотрели спектакль очень нашумевший, который прошел в рамках Чеховского фестиваля, значит, английского хореографа бангладешского происхождения Акрама Хана, Жизель, которая просто взорвала, так сказать, своим появлением очередная Жизель, так скажем. Балетный мир? Да, балетный мир, даже не балетный, я бы сказала, мир современного театра и современного танца, потому что гораздо больше таких вот мощных откликов пришло от театральных людей, которые это увидели, потому что, конечно, это не классическая Жизель вообще ни разу, там и музыка, да, на рожки, да, ножки, в общем, там совершенно другая партитура и другая концепция, хотя сохранен такой архетип сюжета в основе. 25 августа следующий раз в Екатеринбурге будет показ. Кстати, будет, да, повторение. Вот, я хочу сказать, что вот эти трансляции, они, ну, во-первых, собирают людей, которые этим интересуются, а во-вторых, они, конечно, еще раз говорю, очень меняют ситуацию, мне кажется, и для наших екатеринбургских театров в том числе. Театров, которые работают, ну, как сказать, как театры, по старинке жильем. Ирина, если бы меня спросили, может ли это что-то как-то заменить? Заменить. Нет, вот я отвечу так, контекст и ощущения, это очень сильно меняет, потому что ты становишься свидетелем, ну, довольно широкого круга явлений художественных, и у тебя уже есть возможность сравнить и так далее, да, но заменить никогда, никогда. Ну, это то же самое, как, знаете, когда говорили, появилось кино, театр умрет, не умер. Появилось телевидение, театр умрет, не умер. Появился интернет, вот сейчас, да, театр умрет? Нет, не умрет. Есть какое-то удивительное ощущение театрального живого зала, театрального, так сказать, представления, когда вот эта энергия, несущаяся с экрана, господи, вот видите, со сцены, со сцены, она идет к зрителям и, конечно, очень много что дает. Ну, вот сидя в зале, так сказать, «Синема АллатР» очень удобном, очень таком комфортном, но зная, что со мной недалеко сидят мои знакомые, которые разделяют мои тоже взгляды, так сказать, художественные, интересы, во всяком случае, есть ощущение какого-то такого, ну, сопричастности, единства и там, поэтому это очень хорошее начинание, безусловно. Я довольно давно к нему имею отношение, потому что я же руковожу школой критики у нас много лет, и мы сотрудничаем вот с театром HD, во всяком случае, временами я их вожу на какие-то спектакли, после чего они пишут, значит, краткие или какие-то любые другие рецензии по поводу этих спектаклей. Немного полезной информации, вот 25 августа Жизель Акрамахана, это мы уже сказали, а 14 августа также вот театр HD, Медопера в кино и Аиду, Метрополитенопера. Ну, я знаю, что еще в Ком, в Космосе будет трансляция, во всяком случае, я на нее собираюсь, сейчас число не могу вспомнить, это Дон Жуан, и очень известный и очень такой продвинутый современный режиссер, которого у нас здесь тоже не очень много знает, Ива Ванховы. Так вот, Дон Жуан, Ива Ванховы в Космосе, я тоже рекомендую, во всяком случае, у меня август нынче выпал быть в Екатеринбурге, поэтому я пойду. И 21 августа «Лебединое озеро» Мэтью Борна. Ну, это хит, это хит, потому что время от времени его театр HD повторяет, потому что он каждых новых зрителей, в общем, так сказать, вербует под свои знамена и делает, что называется, адептами Мэтью Борна, английского хореографа. Давайте к нашим любимым родным театрам обратимся, которые открывают скорость сезон. Ну, во-первых, так сказать, перекидывая мостик смысловой, арочку, спектакль «Ромео и Джульетта» нашего театра «Урал-опера-балет» транслировался в апреле, потом был прямой эфир, к которому очень долго там тоже все готовились, потом были просто повторы на телеканале Меца, осенью, насколько мне известно, по хита будет также, будет прямая трансляция опять, приедет съемочная группа, и потом в записи это будет идти, то есть это существенно расширяет аудиторию, безусловно, там 60 миллионов, по-моему, на Меца. Нет, ну я хочу сказать, что ведь, если взять российские театры, то кроме Большого театра... У Мариинка, по-моему, тоже что-то транслировали. Участвует, да, но, во всяком случае, скажите мне еще театры, которые удостоены подобной чести. А вот пермские оперы не транслировались? Там нет, нет, там не транслировались. То есть вот транслируются их работы, там, капродукшен вместе с тем же самым Зальбургским фестивалем, это да, а собственные нет. Но там очень маленький зал, может быть, поэтому, ну, может быть, еще какие-то вещи. Но, во всяком случае, наш театр оперный, конечно, можно с этим только поздравить, потому что его значимость, популярность, известность, конечно, в этом смысле очень сильно возрастает. И, ну, вы часто в разъездах, поэтому мы не имели возможности обсудить с вами последние премьеры. Вот давайте начнем с оперного. «Три сестры» и «Дон Кихот». О, контраст. Контраст. Очень сильный контраст, потому что если «Три сестры» – это такой радикальный жест, очередной радикальный жест нашего театра, потому что оперный репертуар там складывается из неких известных классических названий, и обязательно раз в сезон появляется что-нибудь совершенно эксклюзивное, что никогда не шло, и лучше бы это было с лейблом «Впервые в России». «Сатья Граха», «Греческие пассионы», «Пассажирка» – вот «Три сестры». Вот «Три сестры». Этвиш – это венгерский композитор, достаточно такой известный. Тут фишка в чем, что эта опера – неодноразовая такая вещь, как очень часто бывает в современной опере. Огромное количество появляется, мы просто про это не знаем. В Европе есть целые театры, которые специализируются на том, что ставят современные оперы. Там есть просто такой императив, что мы должны интересоваться тем, что делают современные композиторы. У нас ведь этого нет. Большой театр в свое время заказал «Дети Розенталя» Десятникова, и там ждем еще сколько десятилетний. У нас-то я просто про это молчу. Так вот Этвиш, он написал давно уже оперу «Три сестры», и она уже поставлена была очень много раз, что удивительно, потому что обычно жизнь гораздо короче этого произведения. И западный композитор, хотя он и родился в советской Венгрии, не в советской, а в социалистической Венгрии. У него даже русский язык где-то немножко есть в анамнезе. И вот он пишет в начале 90-х годов оперу про Пачехову. Мне кажется, это был тот период, когда Россией были повально увлечены все, которые, в общем-то, открывали ее для себя, как некую планету, некий новый мир. Вот в опере, если брать ее чисто по-музыкальному, это очень слышно, потому что она, там «Три сестры» исполняют партии контр-теноров. И это, если вспомнить там какой-нибудь японский театр «Но», где все женские роли-то исполняются мужчинами, это вот примерно та же история, потому что самая интересная постановка этой оперы, в Лионской опере, она именно так и была сделана, потому что мир чеховских героинь, которые, в общем, страдают с прагматичной западной точки зрения, непонятно по какому поводу они три-четыре акта живут в таком... Вот, а у нас это сделали другой... У нас только контр-теноров не нашлось. Да, не нашлось бы нигде, и поэтому взяли другую редакцию, там поют женщины, и поэтому это немножко все спущено с небес на землю. Но, тем не менее, Кристофер Олден, который ставил этот спектакль, это очень известный режиссер, я должна сказать, что их два Олдена, их два брата, и оба оперные режиссеры, что интересно, оба с выдающимися карьерами. И у Олдена нашего я видела спектакль в Стасике, театр Станиславского, не знаю, московский театр. «Сон в летнюю ночь» – прекраснейший спектакль. И здесь он тоже поработал очень интересно. Там есть некоторые детали, которые смущают, я об этом, собственно говоря, написала, потому что когда очередной раз появляется медведь, балерина, там еще что-то такое. Есть стереотипы. Да, то есть как бы какие-то собранные, может быть, они даже это сделаны и так... Утрировано. Утрировано и нарочито. Но когда в царевну в кокошнике стреляет, и она падает, немножко так закрадывается ощущение, он нам намекает на нашу историю, Екатеринбургскую, или вообще что. Но в целом, я считаю, что это для труппы такой немного подвиг, потому что, в общем, спеть это было очень сложно. А «Дон Кихот» – это совсем другая история, потому что это... Просто хотела добавить чуть-чуть, что да, критика была очень хорошая у трех сестер, а зрители-то... Но я никогда не видела, чтобы в таком количестве люди уходили со спектаклей нашего оперного театра, потому что для восприятия это очень сложно, вот эти все тональности, скрежеты, шумы, вскрикивания, вот, в общем, все вот это вот. Это, конечно. Дело в том, что на восприятие подобной оперы надо очень сильно готовить, и нужно понимать, что зритель идет не на спектакль «Три сестры», там, хата, да, в котором еще будут звучать... Только люди не будут разговаривать, а будут это же самое каким-то образом петь, что это совершенно другая история, что это другой жанр, что там вообще нет нарративного хронологического сюжета, что это как бы взгляд... Что для театра тоже не очень свойственно. В кино это повсеместно, ну не повсеместно, но часто. А вот в театре это... Ну, во всяком случае, наш театр, конечно, занимается подготовкой зрителей. Может быть, это надо делать интенсивнее. При мне тоже уходили, это печально. Но что делать? Новое не всегда, так сказать, пробивает к себе дорогу. Музыкальный язык сложнейший, безусловно. Но при этом не отпускает какое-то время. Отпечатления же есть, конечно. Поэтому я думаю, что те, кто сумел зацепиться и остаться, возможно, еще придет на него. И у нас уже не так много времени. Но вот «Дон Кихот» — это совершенно обратная, так сказать, ситуация. Это безусловный зрительский хит. Спектакль «Балет-фейерверк». Праздник, премьера прошла, и будет еще много спектаклей. Я вот смотрела в сентябре. Я думаю, что любит публика, так сказать, как бы немножко старины. Дело в том, что для нашего театра, который уже в той же самой похитте показал принципы или там тщетной предосторожности, принципы работы с классикой, немного другие, да? То есть мы... Осовременивание. Или как вы это? Я так не люблю это слово. Нет, это просто диалог, так сказать, живых художников, которые живут в нашем времени. Диалог с, так сказать, художественными принципами того времени. Мы вот наблюдаем то, как они смотрят на это, и нам это интересно. Почему осовременивание? Не знаю, какое-то другое слово. Вообще весь театр должен быть тогда осовремененным, если уж на то пошло. Вот. А Дон Кихот, он как раз нас возвращает в такое вот типичное представление о том, как якобы это было много-много лет назад. Хотя, конечно, совершенно нет. И сейчас, слава богу, Юра Бурлака, который это делал, он, в общем, он реставратор, знаток, очень такой вдумчивый и кропотливый. Но, по крайней мере, он нас не убеждает в том, что мы видим Дон Кихот так, как он шел в 1900 году, когда его горски поставил. Это все равно другой спектакль. Тут вот есть такая фишка в том, что театр невозможно сохранить в серильном состоянии ровно в том виде, в котором он был когда-то. Потому что поменялось все. А в Баляте поменялись структуры танцовщих. Если мы взглянем на фотографии начала века, какие там формы и так далее. Ну, много чего поменялось. И буквально минута, мускомедия, едва ли не последний, открывает сезон из театров Екатеринбурга. Потому что они на гастролях. Они на гастролях, да. Открывают Моцартом и Сальери. Тоже сложный, мне кажется, для зрителя спектакль. Он совершенно оригинальный. Там оригинальная либретто, оригинальная музыка. Это такое высказывание гражданское, как я воспринимаю Кирилла Стрежнева, художественный руководитель мускомедии. На самом деле у них очень много спектаклей последнего времени, которые не попадают под рубрику чистого развлечения как такового, а являются именно высказыванием. А Стрежнев этим отличается много лет. Если не всю жизнь. Можно вспомнить кошмарное сновидение или беспечного гражданина. Он всегда говорил о том, что его волнует с помощью более, так сказать, демократичных вещей, нежели в каком-нибудь оперном театре. Моцарт и Сальери – спектакль, на который театр бросил много сил. Там очень много интересных вещей, очень много хорошей музыки, очень много немножко странной музыки. Там очень закрученный сюжет непростой, который надо, в общем, даже, я бы сказала, такой детективный. Которым еще надо разобраться. Которым еще надо разобраться, что непросто. Но я думаю, что это все равно, опять же, спектакль поступок. Это вот не спектакль ради того, что ну вот мы сделали, и вот пусть оно тем как-то идет. А это спектакль, потому что театр хочет говорить со зрителем каким-то новым языком. Лариса, у нас есть постоянная рубрика в программе, называется «Человек театра». И сегодня вот так удачно Марии Миловой, пресс-эташе как раз театра музыкальной комедии, будет сюжет, а потом в завершении афиша. Не так много театров открыли уже из сезона, но, тем не менее, на ближайшее время театральная афиша, что можно посмотреть в городе. Благодарю вас, что вы пришли, нашли время. Спасибо. Спасибо за приглашение. И до следующей недели. Обычно я с той стороны захожу, а сейчас у нас, когда весь театр в отпуске, только вот мы вышли на работу, и вот у нас только вот с этой стороны второй пост работает. Поэтому театр-то пока в отпуске, а мы работаем. Я даже могу точно сказать, с какого конкретно момента вот произошел вот этот какой-то стык. Я поняла, что этим здорово заниматься. Если, когда я посмотрела в 83-м году, Юно наявось по телевизору, вот катарсис испытываешь от того, как актер отдается. Я вообще поняла, что если ты по максимуму отдаешься любой профессии, ты будешь получать от этого удовольствие. Меня не жанр здесь держит. Это тот драматический театр, в который я когда-то влюбилась, когда была, вот, посмотрела «Инуной авось». Я на некоторых наших спектаклях испытываю вот такие же эмоции. И поэтому, когда здесь ты работаешь 22-й сезон, ты уже приходишь сюда вот сейчас, как домой. Ау, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нам можно на сцене свет включить? У нас там съемка, и нам прям резко так... У нас был спектакль Фигара. И в конце они акапельно, актеры выходят, Машка убегает за кулисы, берет там рояль стоял, она берет ноту. То есть я тоже все это должна знать, чтобы рассказать журналистам. Пока все аплодируют, она успевает сбегать, ноту держит в голове, и они акапельно поют «Миноид Моцарта», который просто вот ангелы поет. И когда зритель, ну у нас же не все зрители могут дождаться финальных аплодисментов, я стояла на входе. Не уходите, сейчас будет самое интересное, сейчас будет «Миноид». То есть секретарь должен всегда... Это профессия молодых. Здесь стареть вообще нельзя. И вообще медленно ходить нельзя. Нужно как акула, две тонны в час воды пропускать через себя. Нет, я имею в виду, что все время двигаться. Вот эти вот, и вот эти, это прямо рабочие туфли, очень удобные. А вот это тапочки. Если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек. Вот вообще про меня. У меня ни один ежедневник не доходит с начала года до конца. Звонишь, звонишь, какая-нибудь пресс-конференция, номеров много, и ты на один дозвонился, на другой не дозвонился. И потом на какой-то срабатывает, а ты уже забыл, по какому номеру звонишь, и не можешь узнать голос, и говоришь, «Здравствуйте, меня зовут Маша Милова. А куда я попала?» Ну вот, должен же быть кусочек славы и у нас с вами. Ну да. Спасибо. У меня отрастает душа, когда я... Вроде бы от меня ничего не нужно, я могу быть просто созерцателем, когда я прихожу на первые репетиции, когда я их смотрю, когда мне говорят, «Господи, боже мой!» Иногда бывает, сразу же прилипаешь. Семья – это то, что тебя заставляет накопиться, потому что театр, он высасывает. Это вампирное заведение, если честно. Высоко в небесах, за дубовыми воротами живет мудрая матушка Метелица и ее чудесные помощники. Герои сказки разыграют несколько коротких историй и откроют удивительные секреты. Почему падает снег, как рождается музыка, что такое цифры и зачем нужно учиться считать. Смотрите «Вязаную сказку» в Театре кукол. Хабибуллин едет из Владивостока в Калининград к Зое. Спектакль родился из практического задания, которое Николай Каледа отдал своим студентам ЕГТИ. Каждый должен был написать небольшую пьесу о приключениях незадачливого парня по фамилии Хабибуллин, который, познакомившись в интернете с девушкой, едет к ней через всю страну. В итоге из 13 пьес сложилась картина жизни сегодняшней России. В центре современной драматургии 11 августа покажут спектакль «Сажбаш», «Свердловск, Ленинград» и «Назад». Это история о поэте, его яркой, сгорающей жизни, его женщинах, друзьях, поклонниках и врагах. В спектакле звучит живая музыка в исполнении группы Курара.